Уже несколько раз я встретил комментарии о своих роликах про иммиграцию. И так как этот вопрос уже повторился раза три или пять, я думаю, что на него стоит ответить. Это вопрос приблизительно такой, он был высказан в разных вариантах. Зачем ты расхваливаешь жизнь в Германии? Человек, живущий в Германии, написал мне, не делай этого. Люди хлынут сюда, зачем тебе это здесь надо, неужели не хватает здесь беженцев? Другие люди, живущие в России, некоторые из них реагируют таким образом. Ты тут типа рисовками занимаешься, сыпешь нам соль на рану или вообще в чем твоя цель? Так вот, для обоих этих категорий я скажу, если вы до сих пор еще не поняли. Я когда-то уехал из России. И мне тогда, в тот момент, в России никто не помогал. К сожалению, тогда не было такого канала, как Ютуб. А у меня возникало очень много вопросов. Я вообще постоянно переживал по поводу этой темы. Я не знал, что меня ждет в этой стране. И буквально по каким-то кусочкам собирал информацию. Сколько в Германии федеральных земель? По каким законам они существуют? Сколько стоит квартира в Германии? Смогу ли я купить себе машину? Сколько будут стоить водительские права? У меня тогда было очень много вопросов. Я представляю себе сейчас какого-то молодого человека, живущего в Орле, Твери или в Белгороде, который уже много лет мучается мыслью о том, как бы ему уехать и как бы лучше это сделать. И наверняка он тоже очень сильно переживает. Наверное, мои ролики направлены именно этому потенциальному молодому человеку. А может быть это какая-то молодая семья, которые также ищут варианты для себя. Переживают, не знают, не могут решиться, боятся сделать какие-то шаги. Итак, мои ролики об миграции – это прежде всего мотивирующие ролики. Мне хочется показать людям, что за пределами того сумасшедшего дома, в котором они, к сожалению, родились, и я когда-то в том числе был там же, существует нормальная, адекватная жизнь. Жизнь, которая, может быть, уже настолько далеко ушла от России, что кажется какой-то нереальной, какой-то сказочной. Когда я рассказал про детские больницы и о том, как родился мой сын, многие написали эту сказку, не поверили мне. Наверняка они думают, что я преувеличиваю. Многие спросили, сколько это стоило. Кстати, это была моя ошибка, мне нужно было сразу сказать, что все, о чем я там говорил, не стоило никаких особенных денег. У меня обычная государственная страховка на всю семью, и то, что я описал, входит в услуги этой обычной государственной страховки. Ею имеют право пользоваться все, даже безработные. В Германии нет человека, который бы не имел медицинской страховки, неважно, какой у него есть доход. Если доход у него больше, он может сделать себе частную медицинскую страховку. А то, что я рассказал про детские больницы, про роды в отдельной палате и так далее, это для всех, как говорится, для всех смертных. Я расцениваю свой подкаст про иммиграцию как своего рода помощь. И я думаю, что, может быть, кому-то эта информация понадобится, чисто для того, чтобы сделать эти шаги, чтобы решиться. Возможно, это будут какие-то люди, которые еще сейчас заканчивают школу, которые могут на ближайшие 2-3 года написать себе план действий, что делать, как правильно поступить, чтобы гарантированно уехать из этой страны и чтобы потом не было с этим проблем. Что касается тех, кто живет в Германии и очень сильно переживает, что вот сейчас начнется какая-то бешеная волна от того, что какой-то господин Штарк с 30 тысячами подписчиков иногда делает ролики об иммиграции. Я вас успокою, ничего подобного не будет. По-прежнему, как и раньше, так и сейчас, от 3 до 4 процентов иммигрантов, которые на самом деле решатся. Но в случае войны или экстренного конфликта, эта цифра может подняться до 10 процентов. Так что не переживайте, никакой волны не будет. А также, особенно тем, кто очень сильно волнуется по поводу беженцев и мусульман, я могу задать такой провокативный вопрос. Так чего же вы хотите, чтобы в вашей стране было как можно больше людей из Ближнего Востока или из вашей бывшей родины – России, Украины или Белоруссии? Вы хотите, чтобы больше приезжало тех, у кого здоровые ноги, и кто может пешком дойти до Германии, или специалисты, будущие инженера, врачи, те, кто сейчас учатся в институтах? Кому нечем дышать и которые ищут выход для себя? Так вот, я давным-давно ответил на этот вопрос. Я не против беженцев, и я уже сказал именно потому, что я считаю, что людям нужно помогать, особенно когда их намеренно уничтожают и идет война. И я поддерживаю в этом смысле фрау Меркель, которая говорит, что преимущество будет на стороне тех семей, у которых есть дети, и именно они получат максимальные шансы для того, чтобы задержаться в этой стране. Все остальные, они, скорее всего, побудут в Германии 2-3-5 лет и вернутся на свою родину. Германия, как и все европейские страны сейчас, живет в период демографического кризиса. К сожалению, в Германии по статистике на 5 пар приходится 1 ребенок. Это печальная статистика. К сожалению, люди так устроены. Как только общество становится развитым, детская смертность падает, цена жизни ребенка возрастает, и люди, к сожалению, мы так устроены, мы всего лишь часть животного мира, перестают размножаться. Это можно сравнить с животными, находящимися в зоопарке. У них идеальные условия, нет никакой конкуренции, отличное питание, но они не размножаются. Точно так же происходит сейчас во всей Европе. В результате мы, европейцы, будем поглощены другим миром, хорошо это или плохо, я не готов давать оценки, я просто понимаю, что это реальность, и, к сожалению, эту реальность мы создали себе сами. С самого начала первого дня своего прихода на YouTube я призывал здравомыслящих людей к тому, что если вы когда-нибудь думали о том, чтобы уехать из своей страны, пользуйтесь этим моментом сейчас. Вы не знаете, что будет с Россией дальше, вы не знаете. По всей видимости, она движется в сторону Северной Кореи. Все эти незначительные сотрясения в виде Алексея Навального и всего прочего, лично я в это не верю. И именно поэтому мои ролики более пессимистичные. Да, я как бы в них не даю надежду тем, кто готов биться головой о стену. Может случиться так, что со временем будет введено ограничение валюты, а может быть, будут закрыты границы, может быть, будет революция или начнется гражданская война, и тогда бежать будет поздно. Поймите, для того, чтобы добежать до той же самой Европы, вам придется пройти еще много стран, и, может быть, до более благополучных вам так и не удастся добраться. Я всего лишь хотел бы более прогрессивную, активную и положительную силу, которая наверняка сейчас вырывается из России, направить в нужном направлении. По статистике, за 2016 год из России выехало 327 тысяч человек. Это почти полмиллиона. Они рассосались по всему миру, и я рад за этих людей, если они сейчас живут в Израиле, в Канаде, в США, в Австралии, неважно, куда они попали, где бы они ни были, они останутся носителями русской культуры, той самой культуры 18-19 века, теми вещами, которыми стоит гордиться. К сожалению, страна сошла с ума, но это не значит, что люди тоже должны все сойти с ума. Я написал одной своей подписчице, что, возможно, те, которые эмигрируют, спасают свой генофонд. Возможно, им потом, через много лет, или их детям, придется вернуться в то, что там останется, для того, чтобы возродить эту самую русскую культуру. Потому что только это имеет значение в историческом плане. Никого не интересуют ни ваши ракеты, ни ваши автоматы Калашникова, ни даже ваша победа. Потому что все то, что направлено на агрессию и разрушение, это противно и отвратительно людям. Единственное, что имеет значение, это вы, русские, как вклад в мировую культуру. Только это и нужно спасать. И поэтому людей, способных еще мыслить, людей, еще способных адекватно отвечать, разговаривать без матершины, людей, которые хотят видеть своих детей творческими, активными, им я бы не советовал оставаться в такой стране, как Россия. Надеюсь, я смог объяснить тем, кто почему-то неправильно меня поняли и считают, что все, чем я занимаюсь, это какие-то пустые рисовки. Поверьте мне, я взрослый человек, у меня не так много свободного времени и на это я бы его уж точно не стал тратить. Счастливо!